Владивосток, Уткинская. Улица прославилась на весь интернет. Пользователи социальных сетей уже несколько дней обсуждают поступок родителей, проживающих в этом доме. По словам очевидцев, мамочка регулярно оставляет на карнизе своего ребенка. Так малыша выгуливают на свежем воздухе. Есть еще видео про этот случай. Она его рукой прикачивает, видимо, чтобы не плакал. Тут как бы сложный вопрос, куда звонить, в опеку или в психушку. Лучше на всякий случай туда и туда. Ой, какие здесь все святые, такие все замечательные родители, аж тошнит. Ну не святые, конечно, но от такого обращения к ребенку прям кровь в жилах стынет. Приспособление, так называемое, которое придумал отец, если я не ошибаюсь, просто ящики из-под фруктов. Наша съемочная группа провела возле дома несколько часов. Уже стемнело, а сверток с карниза так и не забрали. Женщина, которая проживает в этой квартире, дверь журналистам открывать отказалась. Диалог состоялся через замочную скважину. Кто говорит, что там лежит ребенок? Вы это будете доказывать в суде, понимаете? И доказывать, показывать свое видео. Там лежит одеяло. Профилактическую беседу с родителями сотрудники полиции уже провели. В том числе поставили в известность комиссию по делам несовершеннолетних. Сотрудники полиции встретились с родителями новорожденной. Установлено, что семья полная, благополучная. У ребенка есть все необходимое для полноценного развития. В связи с тем, что в квартире нет стационарного балкона, отец девочки изготовил приспособление на подоконнике для пребывания ребенка на свежем воздухе. Соседи к такому поступку отнеслись с непониманием. Говорят, что у женщины есть еще четверо детей. Про новорожденного узнали совсем недавно. Человек психически неуравновешенный. То есть он кричит, он нервничает. И это не связано с после какой-то родовой депрессией. Она выходит на улицу, но просто человек ведет себя неадекватно. Она пытается поссориться со всеми, с кем живет. Она буквально переехала сюда полгода назад. В итоге гражданка прославилась не только на весь дом. А видеороликом заинтересовалась прокуратура. Специалисты проводят проверку. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований прокуратурой будет предложено поставить семью на учет в органы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью недопущения повторного оставления ребенка в опасности, а также предупреждения о совершении действий, которые могут нанести вред его жизни и здоровью. А пока горожане выстраивают неутешительные предположения. Что для младенца может быть опаснее? Карниз столетнего дома, ящик из-под фруктов или собственные родители. Валерия Белоус, Александр Бортовщук, Станислав Лазебный. Новости на 8.